Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, передача «ПРОАВТО-14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, касающиеся правил дорожного движения. В студии работает Валерий Антонов. В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последние две недели. Внесение изменений в конструкции транспортных средств. Что менять, как и где оформлять. Жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения «Забота общая» в республике проходит первый этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Угрозы безопасности дорожного движения, вызванные управлением транспортными средствами, в состоянии опьянения. Повторение «Мать учения» – знание правил дорожного движения в нашей студии проверит известный блогер Мария Петрова. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах нашего региона за последние две недели. За последние две недели на дорогах республики Саха-Якутия произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 41 человек получили различные степени тяжести травмы. ДТП были зарегистрированы в городе Якутске 13 автоаварий, в Мегино-Кангаласском и Ленском районах по 3, в Алданском, Вилюйском, Мирненском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Алёкминском по одному происшествию. Число дорожно-транспортных происшествий в республике по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году возросло на 9,6%. Погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей сократилось на 40%. Раненых стало больше на 9,2%. За две недели в 11 автопроисшествиях были травмированы 14 несовершеннолетних. За две недели на дорогах Якутии произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых травмы получили 7 человек. А с начала года таких происшествий зарегистрировано уже 25. При этом погибло 2 человека и были травмированы 40. Только за последние две недели сотрудниками ГИБДД были задержаны и отстранены от управления 249 водителей в состоянии опьянения, в том числе 36 севших за руль в состоянии опьянения повторно. Рассмотрим наиболее резонансные происшествия, случившиеся за последние дни. 2 июня около 20 часов вечера в дежурную часть отдела Министерства внутренних дел России по Черопчинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в селе Юрюнкель произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В ходе проверки сообщение было предварительно установлено, что 47-летний водитель, управляя автомобилем марки ГАЗ-3309, и следуя по улице Чаранское села Юрюнкель, допустил во время движения падение пассажира. Тот выпал из кабины транспортного средства при попытке выйти практически на ходу. 46-летний мужчина скончался на месте происшествия. 5 июня между поселком Хандега и поселком Теплый Ключ в Тампонском районах произошло ДТП. На месте автоаварии сотрудниками ГИБДД было предварительно установлено, что водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, на 471-м километре федеральной автодороги Колыма, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение со встречной автомашиной Nissan Patrol, за рулем которой находился 64-летний мужчина. В результате лобового столкновения водитель второго внедорожника от полученных травм скончался на месте аварии, а 67-летний пассажир получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка. С наступлением жаркой погоды на дорогах нашего региона видимость ограничивает пыль от проезжающих автомобилей. Госавтоинспекция напоминает, в сложных дорожных условиях водителям следует выдерживать оптимальную скорость движения, не совершать необдуманных маневров, перестроений, обгонов. При вынужденной остановке на проезжей части следует выставлять знаки аварийной остановки. Не пополняйте статистику дорожных происшествий и список нарушителей правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Неумолимая статистика утверждает, что из года в год дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, севших за руль в состоянии опьянения, не становится меньше. И это несмотря на ужесточение наказаний и введение уголовной ответственности за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. В следующем сюжете мы узнаем, какие меры предпринимает Госавтоинспекция по предупреждению пьяной аварийности. С начала текущего года на территории республики в сравнении с аноничными показателями прошлого года отмечается рост показателей ДТП на 8,1%, снижение показателей смертности на них на 40% и рост показателей раненых на 7,1%. Всего с начала года в республике зарегистрировано таким образом 253 ДТП, в которых 15 человек погибли и 344 получили ранения различной степени тяжести. Ну а в целях снижения показателей аварийности управлением ГИБДД совместно с заинтересованными организациями и ведомствами принимаются организованные и практические меры, направленные на снижение и профилактику ДТП с тяжкими последствиями в республике. Проведенные профилактические мероприятия внимания дети и трезвые водители еженедельно по выходным дням наряды ДТП усиливаются дополнительными силами и средствами. Таким образом, конечно, по состоянию на сегодняшний день удалось добиться показателей аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. Соответственно, с участием данной категории у нас зарегистрировано 25 ДТП с начала текущего года, в которых 2 человека, к сожалению, погибли и 40 получили ранения. За последние 5 лет проведенным анализом установлено, начиная с 2016 года, с июня по сентябрь месяцы у нас погибают наибольшее количество граждан. В среднем за этот период регистрируется около 600 ДТП, в которых около 60 человек погибают, около 500 получают ранения. Во время которого будут проводиться массовые и сплошные проверки участников дорожного движения на предмет управления транспортными средствами без специального права на управление данным видом средства, а также на управление с признаками опьянения, а также будут нацелены на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, также с незаконным оборотом наркотических средств, и также будут нацелены на проведение различных досмотровых мероприятий. Всем хочется разнообразия и лучший способ удовлетворить в этом потребность для водителей – изменить конструкцию своего транспортного средства. Где же проложены границы внесения изменений в конструкцию своих автомобилей, мы сегодня обсудим с нашим сегодняшним гостем. А наш сегодняшний гость – это старший лейтенант полиции и госинспектор Юрий Аркадьевич Андреев. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Валерий. Итак, Юрий, я думаю, у каждого в жизни возникает такой период, у каждого водителя, когда хочется переоборудовать своего железного коня. И вытекает вопрос, какой же существует порядок подачи таких документов, чтобы подкорректировать его? Так, у нас, получается, имеется два этапа предоставления данной государственной услуги, именно переоборудование транспортного средства. Это, во-первых, подача документов, заключение предварительной экспертизы, который регламентирован по основным правительством номером 612 от 10 сентября 2019 года. То есть, первым делом гражданин приобретает документы у специализированных организаций, у которых аккредитованы, и подает заключение для получения разрешения. Далее, гражданин после того, как получил разрешение, идет обратно к этим организациям и получает протокол соответствия, который регламентирован у нас в 613-м постанове правительства также от 10 сентября 2019 года. При прохождении второго этапа мы осуществляем осмотр транспортного средства, чтобы транспортное средство после внесенных изменений в их конструкцию соответствовало требованиям безопасности. Это у нас прописано в главе 4 технического регламента номером 877 от 9 декабря 2011 года, пунктом 75. То есть, опять же, при рассмотрении вопроса изменений в конструкции проверяется выполнение требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации. В случае внесения изменений в их конструкцию осуществляется в форме предварительной технической экспертизы. Далее идет осмотр транспортного средства, чтобы транспортное средство соответствовало приложению номер 8 того же 877-го технического регламента от 9 декабря 2011 года. После прохождения всех этапов выдается СКТС. Это свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенным в его конструкцию изменением требований безопасности. После получения СКТС гражданин обращается в регистрационное подразделение, чтобы уже в регистрационный документ это паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства изменения. Этим он уже легализует все внесенные в конструкцию транспортного средства изменения. Юрий, а процесс подачи документов, он сколько времени занимает, получается, учитывая все этапы? Учитывая все этапы, первый этап это у нас рассматривается в течение трех рабочих дней, а потом уже при получении протокола соответствия, это уже обращаемся к организациям специализированным. Они сроки сами восстанавливают. То есть может и в день подачи, либо на следующий день уже получить. Также осмотр осуществляется уже после получения протокола, это можно и в тот же день. Общими словами можно сказать, что в течение четырех-пяти рабочих дней можно получить уже СКТС. Да, достаточно быстро. Платит ли госпошлина за осмотр? Да, за осмотр госпошлина не выплачивается, а выплачивается госпошлина у нас для получения СКТС. Это у нас получается основной документ, подтверждающий то, что в конструкцию транспортного средства были внесены изменения. За это госпошлина составляет 800 рублей. По городу много аккредитованных организаций, которые именно специализируются по внесениям изменений и подготовкой документов в госавтоинспекцию для получения свидетельства соответствия транспортных средств, СКТС. А какие доработки транспортных средств обязательно к сертификации? Тягово-сыпные устройства, ТСУ обязательно к сертификации. Дальше идет газобаллонное оборудование. Также установка дополнительных лебедок, холодильно-обогревательных оборудований. Установка колес большого размера требует обязательно сертификации. Также по установке у нас багажников. У нас много вопросов возникает, как установить багажник. Багажники бывают двух типов. Это у нас легкосъемные багажники. Для них не требуется внесение изменений. То есть они устанавливаются из достаточно эксплуатационных документов, если имеется эксплуатационный документ, это легкосъемные багажники. Его можно установить на крышу автотранспорта без получения СКТС. А экспедиционные багажники, которые крепятся на водостоках крыши транспортного средства, они уже обязательны к сертификации. Почему? Потому что экспедиционные багажники у нас тяжелые, имеют определенный вес. И изменяется также весовая нагрузка на оси транспортного средства. И поэтому у нас данные багажники обязательны к сертификации. Если я документы не подал, если я не зарегистрировал ничего, ничего не сертифицировал, но внес изменения, буду ли я наказан? Да. Согласно действующего законодательства Российской Федерации и правилам дорожного движения, которые утверждены по основным правительствам 10.90 пунктом 7.18, это является нарушением правил дорожного движения. Предусмотрена ответственность частью первой статьи 12.5 Кодекса по административным правонарушениям, ценсы которой предупреждение, либо 500 рублей штрафа. Если мы выявляем такие случаи, что гражданин управляет транспортным средством, венесенным конструкцией изменений и не легализовал данные изменения, то выписываем предписание, чтобы в течение 10 суток, от 1 до 10 суток устранил и предоставил транспортное средство к осмотру в госавтоинспекцию. В противном случае аннулируется регистрация данного транспортного средства как несоответствующим требованиям безопасности. Спасибо большое, Юрий, что посетили нашу студию, за то, что нас просветили. А вы, дорогие зрители, надеюсь, из нашего диалога выделили для себя что-то важное, действительно узнали что-то новое. Не бойтесь меняться и делайте это правильно. Наступило лето, свежий воздух и лучи солнца – это, безусловно, хорошо. Однако, когда маленькие участники дружного движения выходят на проезжую часть в это время года с велосипедами, самокатами или иными средствами индивидуальной мобильности, все оборачивается обратной медалью, и это становится опасно. Как же служители закона проводят профилактические мероприятия с детьми, мы узнаем в следующем сюжете. Здравствуйте. Я помню, вы в нашем финансовом школе были, да? Да, был. Тебя как зовут? Я Коля Богданович. Да, будешь. Рисовать любишь, расспрашивать? Да. В честь Дня защиты детей возьми вот такую раскрасочку. Спасибо огромное. И памятку. Хорошо? Соблюдаешь правила? Ага. Ну, молодец. Все, пока. За 4 месяца 2021 года на территории республики зарегистрировано 20 дружно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 23 ребенка получили травмы различной степени тяжести. С 12 мая по 13 июня на территории республики проходит профилактическая операция «Внимание, дети!» в ходе которой сотрудники госавтоинспекции проводят беседы с юными пешеходами, с родителями. День защиты детей мы проводим в парке культуры и отдыха акцию. Мы раздаем детям раскраски по правилам дорожного движения, памятки для родителей, для пешеходов, как научить детей правильно переходить дорогу, и памятки для юных велосипедистов, чтобы повысить безопасность наших детей на дорогах. Родители должны быть и первыми педагогами, и примером для ребенка. Во время летних каникул следует не забывать напоминать ребенку о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Вместе с ребенком заранее составить безопасные маршруты перед движением, обеспечить детей пешеходов свето-возвращающими элементами. Госавтоинспекция в летний период продолжит проведение массовых проверок на предмет выявления нарушений правил перевозки детей. Особое внимание будет уделяться местам массового отдыха, притяжении родителей с детьми на направлении дачных массивов. Здравствуйте! Как тебя зовут? Настя. Настя. Ты правила дорожного движения соблюдаешь? Молодец. Тогда вот возьми вот такую раскрасочку в честь для защиты детей. У вас тепер есть у тебя? Вот такую памятку юного велосипедиста. И маме дать им тоже памятку, чтобы она тебе прочитала и сама прочитала. По безопасности пешеходов. Хорошо? Ага, хорошо. Привет, Мария. Привет. Итак, мы начинаем наш экспресс-тест. И первый вопрос. Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным средствам? Первое. Автобусы, в том числе маломестные, междугородние и школьные. Второе. Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. И третье. Любые транспортные средства, перевозящие пассажира. Ну, я думаю, что это вариант второй. Автобусы, троллейбусы и все. Ну, вот. Второй вариант. Итак, второй вопрос. На что указывает этот знак? На расстояние до конца туннеля. Второе. На расстояние до места аварийной остановки. Или на направлении движения к аварийному выходу и расстояние до него. Ну, я думаю, что это вариант под номером три. Мне так кажется, что это направление движения к аварийному выходу. Вы уверены? Наверное, да. Это разметка, нанесенная на полосе движения. Предоставляет вам преимущество при перестроении на правую полосу. Второе. Информирует вас о том, что дорога поворачивает на правую. Первый вариант. Первый вариант, что стрелка, ну, по направлению стрелки можно поворачивать на право. Первый вариант. Мы принимаем этот ответ. И следующий вопрос. Обязаны ли вы при повороте на право уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? Обязаны, не обязаны? Ну, здесь есть дополнительная стрелка, которая, ну, это же тоже главная дорога получается. И здесь есть дополнительная стрелка налево, и это означает то, что машина может поворачивать налево. Ну, я же вот эта машина, да, которая вот здесь стоит? Да. Ну, да? Обязаны ли вы при право уступить дорогу? Нет, не обязаны. Номер два. Не обязаны. А сейчас следующий вопрос. Вы намерены продолжить движение прямо при желтом мигающем сигнале светофора следует проехать перекресток первым. Второе. Уступить дорогу только грузовому автомобилю. Третье. Уступить дорогу только трамваю. И четвертое. Уступить дорогу обоим транспортным средствам. Я думаю, что здесь ответ, правильный ответ первый, проехать перекресток первым, потому что, вот, есть же знак, то, что это главная дорога. Вот, поэтому я думаю, что правильный ответ номер один. Они должны уступать. Весомый аргумент. Идем дальше. Этот знак, обратите внимание на фото, предупреждает вас о наличии узкого участка дороги, но не устанавливает очередность движения, запрещает вам проезд через мост или обязывает вас уступить дорогу встречному транспортному средству. Ну, здесь есть знак. Вот видите? Вот видите? Знак, то, что вот эта вот машина, она должна уступить вот той машине. Это получается? Да, обязывает уступить дорогу. Встречному транспортному средству. Следующий вопрос. Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Первое, водитель легкового автомобиля. Уступить. Второе, водитель мотоциклов. И третье, в данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности. Ой, у меня был этот вопрос на экзамене, но я забыла. Ну, давайте я попробую. Просто я 6 лет назад задавала. Ну, давайте водитель легкового автомобиля, потому что у мотоциклиста, наверное, есть преимущество. Давайте выберем третий. Хорошо. Мы принимаем третий вариант ответа. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить разворот на мосту по указанной траектории? Первое, разрешено. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 метров или же запрещено? Ой, это точно не третий вариант, потому что стрелка указывает то, что можно развернуться. Это либо первый вариант, либо второй. Но тут нужно тоже подумать. Ну, я думаю, что второй вариант. Мария, я внесу ясность, это не разметка, это траектория. А, да? Ну, тогда это же мост у нас, да? Здесь, по-моему, опасно разворачиваться. Поэтому давайте мы выберем для безопасности вариант под номером 3. Запрещено. Хорошо. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Первое, разрешено. Второе, разрешено, если обгон будет завершен до перекрестка. И третье, запрещено. Так, это что за знак у нас был? Разрешено ли вам выполнить обгон? Ну, судя по знаку, здесь стоит крестик. Наверное, запрещено. Хорошо. Можно ли вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте? Можно. Можно, если вы проживаете или работаете в обозначенной знаком зоне, либо же нельзя. Ну, просто так поставить машину туда, я думаю, что нельзя. Поэтому давайте выберем ответ номер 3. Хорошо, мы принимаем вариант ответа. И это был последний вопрос. А, уже? Спасибо большое, Мария, что посетили сегодня нашу студию, за то, что поучаствовали в нашей рубрике. Надеемся, что ваше вождение будет приносить вам одно лишь удовольствие, а наши телезрители будут просвещены и будут просвещаться дальше. Мария. Вам спасибо за ваше приглашение. И, конечно, соблюдайте правила ПДД. И, папа, привет. Надеемся, что ваш папа смотрит наш эфир. Через некоторое время мы узнаем, сколько же правильных ответов вы назвали. Для этого мы приглашаем в нашу студию нашего эксперта. Добрый день, Мария. Здравствуйте. По поводу ваших ответов. На первый вопрос вы ответили очень правильно, действительно, к маршрутным транспортным средствам. Относятся автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки по дорогам людей, движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. По второму вопросу этот знак указывает направление движения к аварийному выходу и расстояние до него вы ответили правильно. Данная разметка говорит нам о том, что дорога сейчас сужается. Так как заканчивается ваша полоса движения, то никакого преимущества в движении вы не имеете. И, соответственно, мы ответили неправильно. А у нас с вами установлен светофор с дополнительной стрелкой. Во-первых, эта стрелка не налево, а направо. Да, у нас бывают такие проблемы у женщин. Так вот, о чем нам говорит основной красный сигнал светофора и зеленая стрелка направо? То, что мы можем двигаться в направлении стрелки, но так как у нас основной сигнал светофора красного цвета, мы обязаны пропускать всех, кто движется с других направлений. Поэтому ответили вы неверно. Так, пятый, вы ответили верно. При движении по главной дороге вы будете иметь преимущество перед остальными участниками движения. В шестом вопросе вы тоже ответили совершенно верно. Данный знак нам ничего не запрещает, кроме того, чтобы мы пропускали автомобиль со встречного направления на узком участке дороги. При одновременном перестроении у нас с вами действует правило правой руки и преимущество в движении будет иметь мотоциклист. Водитель легкового автомобиля должен уступить дорогу. Вы долго сомневались, но ответили в конце концов. Правильно, да? В конце концов вы ответили неправильно. Вы сказали, что в данной ситуации по взаимной договоренности. Конечно, вот на этом рисунке вы не совсем поняли, что стрелка – это не разметка. Конечно, такой разметки, во-первых, не бывает. Стрелка показывает траекторию движения и действительно на мосту запрещается разворот. Поэтому, посомневавшись, вы ответили правильно. Данный крестик. Что это за крестик? Это предупреждающий знак, который говорит о том, что мы с вами приближаемся к перекрестку равнозначных дорог, где с каждого направления все водители будут иметь равные права. Знак располагается, дорога располагается вне перекрестка, извиняюсь, вне населенного пункта. Соответственно, до перекрестка у нас 150-300 метров. И если мы успеваем развернуться до перекрестка равнозначных дорог, то развернуться можно. То есть в этой ситуации второй вариант. Поэтому, конечно, к сожалению, ответили неправильно. В последнем вопросе у нас с вами знак, который запрещает конкретно стоянку. И обычно этот знак у нас действует только с той стороны дороги, с которой он установлен. Но обратите внимание, знак располагается на белом фоне, и сверху у нас есть надпись зона. И это говорит о том, что данный знак будет действовать и с левой стороны дороги, и с правой. Соответственно, в том месте вы также не имеете права поставить автомобиль на стоянку. Поэтому вы сказали, что нельзя. Ну да, остановка запрещена. Да, остановка запрещена, совершенно верно. Итого у нас с вами раз, два, три, четыре, пять. Ошибок, да? Пять ошибок. Пять ошибок. Пятьдесят на пятьдесят. Ну, шесть лет сдавали. Что тут? Шесть лет сдавали, да. Там вообще все по-другому было. Тут я вижу... Все-таки считаю, что вам необходимо повторить, особенно правила, которые касаются проезда перекрестков, сигналов, светофора. Потому что это, в первую очередь, касается вашей безопасности, безопасности окружающих. Рада была с вами познакомиться. Спасибо большое. До свидания. Вот и наша передача подходит к концу, уважаемые телезрители. Будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok